Мы постепенно развиваемся и идем в ногу со временем и с пожеланием жителей сельских округов. Хочу сказать, что, наверное, немало мы сделали, может быть, это не так и видно. Мы построили сегодня дневной стационар в Джигинке, и люди уже не едут в город, а там получают назначенные процедуры. Мы построили, я считаю, очень шикарный кабинет врача общей практики в Хоторе Рассвет, современный такой. И сегодня в министерстве лежат еще два пакета документов. И по секрету вам скажу, что в 2018 году мы будем строить такой же кабинет врача общей практики в Чиконе. Нам уже дают на это добро. Дай бог, если получится, то еще и усатую балку захватим. Мы приобрели специально по просьбе жителей сельских округов флюорограф. Нам в этом помогло Министерство здравоохранения Краснодарского края. Мы очень благодарны. Сейчас, как вы наблюдаете, мы отрабатываем, смотрим формы работы. Я считаю, что очень хорошо, что флюорограф теперь будет приезжать в сельские округа не в день здоровья, а за два дня. Почему? Во-первых, жители могут спокойно прийти и сфотографировать свою грудную клетку. И второе, вы знаете, мы наблюдали, как они переживают здесь, стоят в очереди, там занимают очередь. Вот мы это и исключим. Они пройдут спокойно здесь, там определенные процедуры. И в день здоровья уже придут, да, обследуются так, как они хотят. Вот. Знаете, я считаю еще положительным. Мы же, кроме сегодня взрослых дней здоровья, опять же, по просьбе жителей, мы делаем детские дни здоровья. И они сейчас у нас тоже начнутся. И здесь, наверное, очень важно то, что мамы, которые сидят в декретном отпуске, или просто имеющие маленьких детей, особенно от нуля до двух, до трех лет, не выезжая в Анапу, смогут посетить не только педиатров, но и узких специалистов. Вот, кстати, приближение узких специалистов сегодня в село, я считаю, тоже положительным моментом. Вы тоже сейчас видели, вот мы тоже смотрим запросы, изучаем. И вот видите, в Цибанабалке нет эндокринолога. Сегодня мы пригласили его из Гастагаевской. И самая большая очередь, ну, если вообще это можно там назвать очередью, ну, большее количество людей сегодня стоит у эндокринолога. Я думаю, что это тоже очень хорошо. Поэтому продолжаем развиваться, продолжаем общаться с жителем. Самое главное, чтобы наши анапчане были здоровы.